В Дагестане разыскивают преступников, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Накануне на территорию воздушной гавани ворвалась толпа агрессивно настроенных людей. Они нападали на пассажиров, громили магазины и склады. Несколько хулиганов проникли даже на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. 20 человек получили в итоге травмы. Как сообщили российские власти, причиной митинга мог стать борт, прилетевший из Израиля. У некоторых налетчиков были с собой палестинские флаги. Все подробности знает наш корреспондент Денис Брагин. Вот последствия погрома в аэропорту Махачкалы. Это ход вип-зал. Оторваны ворота с корнями. Разбиты стекла. В международном аэропорту Махачкалы у этаж устраняют последствия погромов. Накануне здесь произошли массовые беспорядки из-за прилета самолета из Тель-Авива. Разъяренная толпа ворвалась в терминал. Налетчики громили склады, грабили магазины, нападали на мирных и полицейских. По официальным данным пострадали 20 человек. 10 из них в больнице. У некоторых в руках были палестинские флаги. На территории воздушной гавани митингующие остановили автобус, в котором находились взрослые с детьми, вернувшиеся из Израиля с лечения. Мальчик в больной лозы! Он в больнице! Израиль, что он за нас здесь! Мы на лечении были с детьми! Что вы хотите от нас? Затем агрессивная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, окружила самолет и пыталась взять его штурмом. Ночью силовики оттеснили митингующих с аэродрома. Из-за беспорядков нарушилось авиасообщение. Нескольким экипажам пришлось менять маршрут прямо в воздухе. Пассажиры сильно испугались. Россиянка Ума Ибрагимова вчера вылетела из Москвы в Махачкалу. Вечером борт должен был приземлиться в столице Дагестана. Но совершать посадку пилоты не рискнули. К сожалению, в течение полчаса, 40 минут мы хружились просто над Махачкалой. И как итог, мы приземлились по Владикавказе, потому что пилоты сообщили, что небезопасно приземляться и нет возможности посадить самолет. Поэтому мы прилетели сюда. Вначале люди, конечно, начали паниковать, потому что не понимали, почему. Затем уже начали какие-то сообщения доходить до кого-то. И вот так мы поняли, что на территории происходят какие-то события. Девушка рассказывает, понимать, что случилось, пассажиры стали только через час. Власти временно закрыли аэропорт Махачкалы, все рейсы отменили, а самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Многие до сих пор ждут своего вылета. Нам пилот сообщил о том, что нас высаживают во Владикавказе. И, соответственно, в ближайшее время мы вылететь в Махачкалу не сможем. Пока непонятно ничего, что там происходит. И нет каких-то конкретных данных. Остаемся здесь в ближайшие несколько часов точно. И пока нам не сообщат, когда будет следующий рейс. В правительстве Дагестана сообщили, что ситуацию взяли под контроль. Сейчас на месте работают полицейские и строители. Жителей просят не выезжать на трассу республиканского значения «Махачкала-Каспийск». Мы не должны допускать, чтобы те призывы, которые сейчас находятся в социальных сетях, и их поддерживают наши молодежи, обращают внимание, чтобы вернулись к реакции наших духовно-врадственных ценностей. В Росавиации сообщили, что Махачкалинский аэропорт возобновил работу. В Следственном комитете Дагестана возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемых ищет полиция. Участникам волнений грозит до 15 лет тюрьмы.